Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях председатель Госсовета Чуварской Республики Юрий Алексеевич Попов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Регонболдер, здравствуйте! 15 декабря 2011 года был избран председателем Государственного Совета Чуварской Республики. Награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, золотой медалью за вклад в развитие агропромышленного комплекса «Россия», медалью в честь и пользу Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия», имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чуварской Республики». В 1979 году мастер спорта России по гиревому спорту. Многократный чемпион Чуваши и пюзер России по гиревому спорту. Являлся советником президента Чуварской Республики с 2010 по 2012 годы. Женат, имеет троих детей. Юрий Алексеевич, лето, июнь, жара. Чемоданное настроение уже у депутатов Госсовета? Или все-таки пока в рабочем режиме? До чемоданного настроения еще далеко у нас, потому что впереди у нас такое мероприятие. Это 20-летие Государства Совета Чуварской Республики. У нас, можно сказать, сейчас аппараты, депутаты, работающие на постоянной основе, сутками сейчас работают. Уже сегодня ожидается приезд гостей из других регионов, поэтому впереди еще на следующей неделе у нас сессии мы проводим на 18 июня. Потом, наверное, еще в июле уточнение бюджета будет еще одна сессия, поэтому здесь... До отдыха еще далеко. До отдыха далеко. Юрий Алексеевич. Да, говорят, как до Китая пешком еще пока. Понятно. До Китая пешком действительно очень далеко. Юрий Алексеевич, 20 лет для человека это очень мало. Это совсем еще юный, молодой человек. 20 лет для Госсовета. Это все-таки серьезная цифра или все еще впереди? Вот вы сказали 20 лет для человека это мало. Я думаю, для человека именно это не мало. 20 лет, вот от рождения до 20 лет человек как раз становится уже самостоятельным. А для Государства Совета Чувашьей Республики это, наверное, очень скромный отрезок времени. И если по времени подумать, это, конечно, немного. А по делам 20 лет Государства Совета Чувашьей Республики это очень много. А вот какими были эти 20 лет? 20 лет, вот у нас до 1994 года другой строй был. И переходный период как раз в это время, 1994 года. Учитывая то, что тогдашнее законодательство и сейчас, и Конституции, и законы, они должны быть совершенно иными и другие. Поэтому, начиная вот с первого созыва, депутаты Государственного Совета очень много вкладывали, очень много делали. И это нас радует. Вот мы уже депутаты пятого созыва, нам уже чувствуется легче. Потому что вся... И какой-то опыт есть наработанный, пользуетесь, да? Самое главное, корни, законодательная база, это у нас сформировалось еще вот в 90-х годах. Если вот взять только Конституции, Конституции нашей Республики принимали в течение шести лет. Даже первый созыв не мог принять Конституцию. Это говорит о том, что вот именно кропотлево, профессионально, мудро тогда же начали работать наши народные избранники. Юрий Алексеевич, в недалеком прошлом вы руководили предприятием, крупным предприятием, да, Чуваши? Вот этот опыт помогает вам в вашей сегодняшней работе? Вот то, что именно человек пришел с производства, наверное, очень сильно помогает. Именно вот правотворской деятельности. Потому что те люди, которые уже работали, они с людьми работали, знают экономику, общение с народом. Вот это дает именно дополнительный толчок в работе именно Государственного Совета. Потому что применять какие-то важные вопросы, законы, это перед тем, как принять, его семь раз подумать. А потом только можно принять. И так и мы делаем. Меня радует, что именно в составе Государственного Совета Пятого Созыва очень много производственников, знатные люди республики, которые прошли от земли до таких высокопоставленных, известных производственников, людей Чувашьей республики. И не зря их выбирает народ. Именно доверяют представлять свои интересы в Государственном Совете. Юрий Алексеевич, но тем не менее, да, производственников много, но совсем практически нет учителей, нет медицинских работников. Вот не мешает ли это в работе? Не остаются ли вот эти отрасли как-то без внимания? Потому что бизнесмены хорошо, предприниматели хорошо. Ну а другие профессии? Да, это хороший вопрос задали. Нужны, конечно, потому что у нас сфера деятельности это широкогранно. И по линии образования, по линии Министерства здравоохранения мы вопросы поднимаем. Ну, конечно, вот когда какой-то законопроект изучаем, мы обязательно подключаем экспертов, именно тех специалистов. Поэтому до того, чтобы рассматривать какой-нибудь вопрос, долгое время мы его изучаем, работаем, заключения получаем. Поэтому и своих, именно с той сферы, конечно, были бы депутаты, именно учителя или врачи, это бы, конечно, дополнительная поддержка и помощь для работы Государственного Совета. Я надеюсь, наверное, следующий созыв именно нужны... Чтобы тратлетик профессии куда-то в Государственном Совете. Да, да, чтобы были какие-то, вот, именно по профессиям тоже, это важно. Юрий Алексеевич, не могу не задать свой любимый гендерный вопрос. Почему женщин так мало в Государственном Совете, в Чувашской Республике? Ну, придешь на заседание, одни мужчины, женщин практически нет. Вот знаете, мы... Почему не любите женщин? Мы женщин очень любим. Мы хотим, чтобы... А где доказательства? Чтобы они сильно не трудились. Ага. Да, мы их жалеем. Да, поэтому пусть они для дома, для семьи много создают. Ну, и, конечно, можно это понять полушуткой, шутку, но женщин, они, конечно, нужны. Это цвет Государственного Совета. Они, во-первых, как бы, по сравнению с мужчинами, они более рассудительны. Не зря же говорят, мужчина, голова, женщина, шея. Да, вот о том-то и дело. Многие вопросы, мы всегда, вот, инициативу наших уважаемых женщин-депутатов, мы всегда готовы, поддерживаем и слушаемся. Понятно. Это приятно, когда мужчины слушаются женщин. Юрий Алексеевич. Мы обязаны слушаться. Вы знаете, вот, мне кажется, что вы сами очень изменились. Вот с тех пор, как стали председателем Госсовета Чувашской Республики, я наблюдала за вами на сессиях. Мне кажется, что вы стали более жестким человеком. Потому что вы умеете сейчас осадить, остановить человека. Умеете вовремя, как сказать, даже иногда резкое слово. Вот вы сами чувствуете в себе какие-то изменения? Чтобы поменялись? Спасибо за такую оценку. Конечно, время идет. Всему мы учимся. Я ведь пришел, практически, вот, законодательская деятельность, я мало чего понимал. Вы были практиком? Да, практиком. Но в то же время уже депутаты, которые по нескольких отзывов работали в Государственном Совете, они с опытом были. В одноторе или? Поэтому как-то я первоначально осторожно подход имел и изучал, как, что. Поэтому всему свое время я всегда стремлюсь к изучению всех таких значимых вопросов. И вообще отношения, вот, тут и партии, и с ними отношения налаживать надо, и с народом, с избирателями. Поэтому все время человек должен к чему-то стремиться и изучать. Вот, кстати, как выстраиваются ваши взаимоотношения с фракциями? Все-таки, наверное, то, что вы, председатель Госсовета, накладывает на вас, ну, как бы, определенные обязательства. Вы должны быть гибким, вы должны всех выслушать, и при этом, ну, как бы, скажу так, никого не обидеть. Да, вот, когда первоначально только начали работать, там у нас были такие вопросы, конфликты. А потом я только понимал, оказывается, некоторые вот ради интереса, ради проверки, что ли, испытывали меня. Ну, и фракции, которые вот руководят, руководители фракции, они с опытом люди. Моя задача, моя задача, чтобы это была стабильность, стабильность в Государственном Совете, стабильность в Республике. Вот, я должен был быть дипломатом. А вот с руководителями фракции вы часто встречаетесь или только на сессиях? Руководители фракции, они у нас постоянно работающие в Государственном Совете, они каждый день на работу ходят, с ними мы всегда встречаемся. Они в любое время ко мне заходят, какие вопросы им нужны. То есть история о том, что председатель Госсовета, личность закрыта, и к нему не попадешь, это не имеет подсобительную помощь? Да, депутаты, председатели комитетов, руководители фракции, всегда двери открыты, не только для них, для любого гражданина нашей Республики. Вот все-таки народный избранник, это человек от народа. Вы в народ выходите, Георгий Алексеевич, сейчас? Вот в народе я себя чувствую более увереннее и спокойнее, потому что, зная наш чувашский народ, где бы я ни был, с кем ни общался, я всегда стараюсь выходить, просто поинтересоваться, что их не удовлетворяет, что им не нравится. Вот, может, иногда вот куда-то я выхожу, меня даже в лицо не знают, я просто подхожу, спрашиваю, интересуюсь. Ну, многие начали сейчас узнавать, наверное, с экранов телевизора все уже видят, лицо какое-то знакомое, интересуется. А так, я сторонник того, чтобы выходить народ. Я, когда вот на производстве работал, старался выходить на производство, к людям, общался. То есть узнавать, с чем живет предприятие? Да, вот это у меня, наверное, в душе все же осталось. И намного удобнее работать, изучая вот подсказку со стороны. Они ведь народ, избиратели наши, они прямую могут любой вопрос задавать, что их интересует. Поэтому надо и всем выходить, и правительству нашей республики, и министрам, ну, а депутатам, это сам Бог велел, чтобы они были с народом. Юрий Алексеевич, а вас использовать никогда не пытались вот люди, те, с которыми вы, может быть, начинали, с которыми вы вместе проработали? Ну, использовать это как меня могут использовать? Ну, как, чтобы вы пролоббировали какие-то личные интересы. Все-таки вы теперь человек большой, важная персона. Вот, меня еще с малых лет учили быть порядочным. Вот эту черту я всегда сохраняю. Когда человек порядочный, он никогда ни на какие уступки не идет. Если там, с точки зрения закона, это все справедливо и правильно, вот тогда я стараюсь, вот эта справедливость, она восторжествовала. А если они хотят какие-то свои интересы лоббировать, этого никогда не будет. Юрий Алексеевич, вот часто ли вы встречаетесь с депутатами Государственной Думы, которые представляют там нашу республику? И как строятся ваши отношения? У нас в Государственной Думе, от Чувашской республики, это четыре депутата Государственной Думы, Федерального Собрания. Это Шевчанов, Аксаков, Тихонов и Аршинова. Вот, когда они сюда приезжают, я думаю, постоянно ко мне заходят, интересуются. Но когда какие-то вопросы у нас есть, мы сами к ним звоним, у нас прямая связь. И когда в Москве бываем, конечно, обязательно заходим. Вот я еще раз повторяю, независимо от какой политической партии они, я всегда говорю, мы должны работать на благо Чувашской республики. И вы, как депутаты, должны каких-то инвесторов сюда привлечь. Конечно. Какие-то возможности, какие-то федеральные деньги, какая-то программа есть. Мы должны лоббировать именно интересы Чувашской республики. Вот к этому мы, я думаю, совместно, вместе, и Михаил Васильевич у нас, глава республики, встречается с ними, и я. Мы в одной упряжке, в одной команде должны работать на благо республики. Юрий Алексеевич, вот иногда в упрек депутатам Госсовета Чувашской республики ставят то, что якобы депутаты стали много ездить в заграничные командировки. И откуда берутся деньги, и за счет чего ездят наши депутаты? Ну, не могу вопрос этот мне задать. Ну, почему бы нет? Это мы все должны... Все должно быть прозрачно. Да, прозрачно, откровенно должно быть. Это традиции, это не нашего созыва, это с первого созыва все это в традицию вошло. Что депутаты один раз за пять лет, ну, как имеют, ну, было принято, чтобы ездили, посмотрели другие государства. Поэтому, я думаю, это нужно и важно. Это обмен опытом, да? Да, они посмотрят, изучают, советуются. И народу от этого, что мы тратим там какие-то на поездки, много денег, нет. От этого, наоборот, больше республика выигрывает. Я вот на примере могу сказать, как производственники, да? В свое время, когда вот вся перестройка, начали новые технологии появляться, у нас в России этого не было. Я сам очень много ездил, наверное, и в Канаде, и в Америке, во многих странах, в Европе, все посмотрел, технологии там, технику, даже вот скот племенной смотрели, все это изучали. Вот, с изучением этого опыта к нам вернулись очень много новых технологий. Это во все сферы, не только там в сельском хозяйстве. И законодательские деятельности, это то же самое. Изучение опыта, это важно. Поэтому ездить, посмотреть, как люди живут, какие интересы, как у них все местное самоуправление там налажено. У нас же очень много вопросов. Когда вот велосипед, не надо его придумывать. Есть велосипед, его надо посмотреть. Только модернизировать его можно? Модернизировать, да, можно. А по-новому изобретать велосипед, это не стоит. Поэтому лучше один раз сядь, посмотреть, изучить и быстро у себя внедрять все это. Ир Алексеевич, не могу не задать вопрос. Говорят, что вы охотник заядлый. Так ли это? Или обманывают? Ну, опять. Обманывают? Да нет, да. Это было правда. Но сейчас, вот начиная работать на этой работе, я забыл, когда в последний раз выезжал на охоту. Вы расслабляетесь тогда как? Расслабляемся? Да. В спортзале? Мы сейчас как-то воспитываем молодежь здоровому образу жизни. И то, что у нас в республике очень много появилось спортивных сооружений, спортивных комплексов, там, бассейнов. Я сейчас сам с удовольствием каждый вечер после работы хожу на стадион. Ну, пример показывайте, конечно. Смотрю, сколько там народа. Вот вчера я только был в Кудесе на стадионе, там групп, наверное, 5-6. В волейбол три команды играют, в футбол играют. А возраст разный? Возраст разный, да. Начиная там с колясками, малыши такие бегают по стадиону. И с возрастом бабушки, дедушки. Солидные люди. Вот именно мудро у нас вот эта программа строительства спортивных объектов. Народ подтягивается к спорту. Это важно. Вот душа радуется, когда вот смотрит, сколько народа на стадионе. Там начиная вот, я прихожу поздно, а до этого сколько там народа уже побывало. А вы сами что, бегаете, плаваете, в волну играете? Что любите? Зимой на лыжах бегаю, летом на стадионе просто ходьба, бег такой легкий. Когда возможно здесь, мы вот в госсовете у нас команда в неделю два раза в волейболах ходим играть. Вот стараемся вот такой здоровый образ жизни, активный образ жизни вести. Здоровый теле, здоровый дух. Вот здоровые депутаты, будет здоровое общество. После того, столько вот это эмоционально и какое-то напряжение с работы выходишь, а тут совсем иное. Вот все это восстанавливается именно в физической нагрузке. Юрий Алексеевич, говорят, у вас есть еще одно увлечение. Вы заядлый садовод-огородник. И у вас все растет, рука у вас легкая. Чтобы не посадили какую-нибудь травинку, кустик, все вырастает и плодоносит. Обманывают опять. Это чуть-чуть преувеличение. Не каждое. Каждый второй. У меня насчет того, что садовод-огородник, у меня есть начальник. Это моя жена. Понятно. А под ее командой я иногда тоже помогаю. То есть она все выращивает, а вы ведра таскаете, да, поливаете? Ну, не только ведра. И поливаем, и пашем, и иногда там воду таскаем. Все это совмещается. И сейчас в последнее время, до этого у меня жена увлекалась пчеловодством. Сейчас все на меня там, все дала. То есть у вас теперь есть свой собственный мед? Не только сейчас у нас. Давно мед. Держим пчелу. Юрий Алексеевич, я сегодня так много о вас узнала. Это удовольствие тоже пчелами заниматься. Вот они как работают, как дружно. От них тоже можно многому научиться жить в жизни. В коллективе, например, жить и взаимодействовать. Именно, да. Юрий Алексеевич, еще есть у вас одно увлечение. Ну, увлечение или хобби, я не знаю, как правильно сказать. Говорят, вы кладете печи. И что у вас дома есть печь, которую вы своими руками создали. Кладете печь, это неправильно. Нет. Ну, печь, да, русская печь у меня есть дома. Я в этой печи люблю готовить только. То есть вам ее сделали. А вы ее теперь используете активно. Я вот в русской печи. А почему вот эту русскую печь я поставил? Наверное, люди в моем возрасте, кому за 50, вот раньше, кто в деревне жил, когда родители уходили, рано-рано, то они топили русскую печь, ставили туда чугуном еду готовить. А когда мы уже в школу собирались, вытаскивали вот это из печи чугун, вот этот вкус еды у меня до сих пор, оно сохранилось. Вот я, наверное, лет где-то, ну, 30-40 где-то, наверное, вот эту еду не кушал. Потом все это у меня сохранилось. Ностальгия была. Да. И все же я думал, когда вот куда-то мы ездили на охоту, там русская печь была, мы там вот это готовили, варили и ели. Вот это вкуснятина такая. И решил все же дома вот русскую печь поставить. Такой домашний очаг у вас. Домашний очаг. И там вкус еды совершенно по-другому. И часто вы готовите в русской печи? Или только по праздникам? Потому что, наверное, каждый день топите. Ну, если честно признаться, я думаю, только по праздникам. По праздникам? Да, потому что... Когда вся семья, наверное, да, собирается? Ну, по выходам иногда, вот когда есть такое свободное время. А так по праздникам, когда вот в гости собираются, я всегда стараюсь приготовить сам лично в печи. У вас трое детей. Вот какое будущее вы видите для них? Где бы вы хотели, чтобы они работали? Вот эта тема, наверное, всех волнует, наверное. Всех родителей, конечно. Да, всех родителей. Кем вырастут наши дети, кем они будут. Да, кем будут наши дети. Я вот всегда думаю и считаю, чтобы наши дети были самые главные людьми. Людьми, которые могли вот при старости всегда поддерживать своих родителей, помогать друзей, вручать всегда, чтобы они не агрессивны были. Всегда решали мирно, дружно любые вопросы. Вот к чему я стремлюсь. Независимо, могут они быть простыми рабочими, могут быть большими начальниками, неважно. Самое главное, чтобы они были людьми. Юрий Алексеевич, а что бы вы пожелали себе на ближайшие 10 лет? Себе? Я думаю, я хочу пожелать, наверное, всему нашему чувакскому народу, если им будет хорошо, им удобно жить в нашей республике, им комфортно, хорошую зарплату, чтобы они все получали, тогда, я думаю, буду получать удовольствие от этого, как спикер парламента, как один из руководителей нашей республики. Это важно. Важно, чтобы были довольны наши жители, нашей любимой Чуварской республики. Юрий Алексеевич, я вам желаю здоровья, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все ваши любимые, родные и близкие были живы и здоровы, и всегда вы чувствовали рядом с собой настоящих друзей, и чтобы вы знали, что вас любят, ценят и уважают. Спасибо. И поздравляю вас с 20-летием, Госсовета Чуварской республики, вас и всех наших депутатов. Спасибо. Я тоже хочу поздравить всех наших телезрителей, наших избирателей, наших жителей Чуварской республики, наших всех депутатов во все уровни. Депутаты, как говорят, бывшими не бывают. Они должны интересоваться, как работает Государственный совет, как живет республика, и пожелать всем крепкого здоровья. А мы, депутаты, стремились, чтобы больше сделать для родной республики. А мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях был председатель Госсовета Чуварской республики Юрий Алексеевич Попов. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова